Валерий Курасов 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 демагогии нашей системы, двух волков этих, которые войну подняли. По признанию Астафьева, именно война стала причиной того, что он взялся за перо. В начале 50-х Виктор Петрович ходил в литературный кружок, открытый при местной газете. Там однажды услышал он короткие рассказы одного писателя-фронтовика. Война в нем была красивая, эффектная, это такая сказка про крихи «Ура!» и про подвиги. А главное, все это написал фронтовик, который был на передовой. У Астафьева, по его словам, аж зазвенело в контуженной голове от такого вранья. Придя домой и успокоившись, он решил, что единственный способ бороться с ложью – это правда. И за ночь на одном дыхании написал свой первый рассказ «Сибиряк», в котором описал свою войну, какую видел и знал. Тот и нашел Савинцеву, Коля Зверев, выбежавший на линию. По кашине не тянулась кровавая полоса. Коля перевернул Матвея. Под ним в бороздке скопилась кровяная ложица. Земля не успевала впитывать кровь. Матвей, открыв глаза, долго и пристально смотрел на Коля. Чувствуя, что времени остается мало, он принялся распоряжаться. «Значит, напишешь домой все, как следует быть, всю мою последнюю заповедь исполнишь». Коля хотел было возражать, но Матвей взглянул на него строго и слабеющим голосом продолжал. «Погиб я, напишешь, в бою, честь по чести, чтобы Пелагея и земляки мои не сомневались». Так. Матвей замолк, задумался. Веки его начали склеиваться. Тогда он сделал над собой усилие, точно боясь, что не успеет и говорить. Добавил. «Напиши. Сразу, мол, отошел. Не мучился. Это пропиши. Напиши. Это отрывок из фильма Андрея Тарковского «Зеркало». Севаж. Гнилое море. Солдаты несут мины. Гнилое море. И Продолжение следует...